Родственники погибших при крушении самолёта в Чёрном море начали пребывать в Сочи. И с ними уже работают психологи. В аэропорту города-курорта находится наш корреспондент Алексей Конопко. Он на прямой связи с Москвой. Алексей, здравствуйте. Где планируют разместить родственников жертв? Какую ещё помощь им могут оказать власти Сочи? Да, Екатерина, здравствуйте. Действительно, сюда продолжают пребывать первые родственники погибших. Их встречают в аэропорту, в том числе психологи. Буквально после выхода из самолёта в чистой зоне располагаются столы, где есть, ну, по крайней мере, три человека, три психолога, несколько бригад скорой помощи. Это вот самая первая оперативная психологическая помощь. Конечно, количество этих специалистов будет значительно увеличено. Но вот сейчас последние данные. Максим Соколов прилетел сюда. Глава правительственной комиссии. И мы ждём к 18 часам уже первое заседание этой комиссии. И первые комментарии оперативные, обновлённые по ситуации здесь. И также в эти минуты уже работает комиссия Министерства обороны. И от них комментарии мы также в течение этого часа уже получим. Но вот пока представлю данные на 16.55. Это вот то, что известно официально от Министерства обороны. На эту минуту 10 тел погибших поднято на борты спасательных кораблей, доставлено на берег. Пока информация о 12 телах, которые приводили информационное агентство, официально не подтвердилась. И вот информация от тех, кто, в том числе наших коллег, которые сейчас находятся возле мыса Видной, куда доставляют эти тела. На них, на вещах погибших не видно следов какого-то, каких-то повреждений, каких-то следов, может быть, от взрыва или огня. Пока об этом ни о чём не говорит, поскольку просто очень мало вещей ещё найдено. Но, тем не менее, информация важная, поскольку нет никакой основной версии катастрофы. Пока непонятно, что случилось всё-таки с самолётом, поскольку по всем исходным данным он просто не должен был упасть. Дело в том, что и экипаж был очень неопытным. Лётчик первого класса был командиром воздушного судна. У него очень большое количество часов налёта, в том числе экипаж летал не раз и в Сирию. Также говорится о том, что самолёт был исправен. Он проходил предполётный осмотр, он проходил и всегда проходил вовремя. И капитальный ремонт, последний ремонт был в 2014 году, в 2016 была и профилактика буквально в сентябре. Так что возраст самолёта ещё ни о чём не говорит. Ну и погодные условия были также очень хорошими на момент катастрофы. Но с тех пор ситуация с метеоусловиями достаточно сильно поменялась. И это, конечно, сейчас оказывает негативное влияние на работу поисково-спасательных отрядов. Сейчас здесь, во-первых, уже стемнело, и, конечно, это тоже осложняет работу. Ну а во-вторых, действительно, погода стала хуже. Хуже она ещё ухудшится. По прогнозам метеорологов, когда мы приземлялись здесь, в аэропорту Сочи, уже была очень низкая видимость. Буквально несколько сотен метров. Так что тем, кто ищет обломки самолёта с вертолётов, конечно, сейчас делать это сложнее. Ну и сейчас уже здесь начинает идти дождь. Так что можно сказать, что и грозовой фронт сюда приходит. И основная работа, наверное, всё-таки переместится уже на непосредственно море, на корабли, которые сейчас также в акватории ищут обломки самолёта. Основная зона поиска – это порядка 11 квадратных километров возле посёлка Хоста. Там сейчас работают в том числе и водолазы. И группировку нарастят до приблизительно 150 человек. И на них ляжет основная часть работы, поскольку глубина моря в районе, где упал самолёт, достигает сотни метров. Это много. Это много даже для профессиональных водолазов. Потому работает в том числе и глубоководная техника. Но всю последнюю оперативную информацию мы как раз сейчас начнём получать от тех комиссий, от тех представителей Министерства обороны, представителей Министерства транспорта, которые уже прибыли сюда и в следующем эфире вам, конечно, обо всём расскажем. Екатерина. Спасибо, Алексей. В аэропорту Сочи дежурит наш корреспондент Алексей Конопко.